Здравствуйте! Это итоги недели на НМТС студии Махач Курбанов. И вот, что мы отобрали наиболее важное. Замужество. Марат Молчанов погиб, защищая сослуживцев. Спустя 21 год награду получили родные герои. О подвиге бойца расскажут мои коллеги. Пора бить в колокола. Крыша течет, а пол – ходуном. Музей в Кунзахе нуждается в срочной реконструкции. Технологии и разработки. На этой неделе отметили День российской науки. Что и как изобретают наши дагестанские ученые. Пояс чемпиона Игл-ФСи прибыл в Дагестан. Мансура Малачиева встречали в аэропорту Махачкалы с триумфом и наши корреспонденты. Расскажем в разделе «Спорт». 11 февраля 1999 года погиб кавалер Ордена Мужества Марат Молчанов в ходе спецоперации в Аргунском ущелье Чеченской республики. В его памяти в Махачкале состоялся ряд мероприятий. На них приняли участие представители власти и общественности. Подробности в сюжете Хамзнур Магомедова. Марата Молчанова сослуживцы запомнили как мужественного и порядочного человека. Он отправился служить в армию, когда ему было всего 18 лет. Это было в тяжелые 99-е годы. Ровно через год его командировали в Чечню, где он и погиб. Подорвался на мине. Марат Молчанов отдал самое дорогое – свою жизнь. Несмотря на свои молодые годы, он всегда останется в наших сердцах. Как настоящий защитник Отечества, как патриот своего Отечества. Мать возле могилы сына не может сдержать слез. Время не лечит, говорит женщина, хоть и прошло уже более 20 лет. Та боль, которую я испытываю все эти годы, она умрет вместе со мной. Но я горжусь тем, что мой сын погиб как настоящий мужчина, как воин, как защитник Отечества. Мне очень больно, но в то же время я очень горда тем, что у меня вырос сын такой. И отдал жизнь свою, ни секунды, не задумываясь за нас с вами, за Родину, за то, чтобы мы жили мирное время. Возложить цветы на могилу отважного солдата пришли десятки людей. Юные армейцы и ветераны, представители власти и общественники. Является примером для патриотического воспитания этих ребят. Яркий, очень хороший пример. Подражать ему, учиться хорошо, учиться. И, конечно, добиваться лучших результатов, еще лучших результатов. Храбрость героя отметили на федеральном уровне. Посмертно его наградили орденом мужества. 46-ю школу Махачкале, где учился Марат, назвали его честь. В этом году правительство республики внесло свою лепту в дань памяти герою. Матери солдата вручили ключи от квартиры в центре Махачкалы. Есть ощущение того, что это что-то, ну, какое-то облегчение вот сегодня. Мы много этим занимались. И ремонтом квартиры, и подбором ее до этого и так далее. Но самое главное, что мы этот вопрос сняли. И я думаю, что такое душевное облегчение получат все люди, которые все-таки ценят то, что сделал Марат Анатольевич. Вот сегодня день памяти, когда он погиб. Поэтому мы, ну, восполнили, наверное, то, что мы должны были сделать, что в наши обязанности входило. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по республике Дагестан в среду подвели итоги работы за 2020 год. По словам начальника исправительной службы, число осужденных по сравнению с 2019 годом значительно уменьшилось. На данный момент срок отбывает около 3000 человек. На сегодняшний день в исправительных колониях республики Дагестан каждый четвертый отбывает наказание за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Каждый третий за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 142 осужденных отбывают наказание за преступления против половой неприкосновенности. Четыре осужденных за терроризм и экстремизм. На коллегии УФСИН определили планы и на текущий год, обсудив трудовую занятость осужденных. В управлении также была организована выставка товаров, которые изготавливают отбывающие наказания. Некоторые из них даже можно назвать своего рода произведением искусства. Внушительного вида корабли, искусственной резьбы, шкатулки, нарды. Расширение товаров в уголовно-исполнительной системе позволило не только трудоустроить заключенных, но и увеличить доходы вдвое. Так, например, за прошлый год было заработано 62 миллиона рублей. Достигли определенных результатов. На этот год у нас стоят более амбициозные задачи. Главная наша цель – это трудоустроить осужденных. Она достигается благодаря получениям заказов и модернизации производственной базы. Жители поселка Шамхал-Термен протестуют против нового транспортного перевозчика. Рост цен за проезд, дефицит маршрутных такси и утрата заработка. С передачей старого транспортного предприятия «Петербургская компания» говорят местные жители, к ним в двери постучалась не одна проблема. Новый перевозчик внес коррективы в карту маршрута. Если раньше водители проезжали по всему поселку, то новые автобусы «Некст» довозят пассажиров лишь до автостанции. Соответственно, людям приходится делать еще и пересадку. Для большинства жителей единственный общественный транспорт теперь становится недоступным. В Кулинском районе был зафиксирован массовый падеж скота. По предварительным данным, мор произошел из-за отсутствия кормов и неблагоприятных условий содержания животных. Как сообщает Комитет по ветеринарии Республики, для выяснения обстоятельств на место выехала комиссия и представители ответственных органов. Погибшее поголовье принадлежит племенному хозяйству Кулинский, которое в настоящее время зимует на арендованных кошарах в Дербенской зоне отгонного животноводства. В ходе изучения обстоятельств комиссия выяснила, что массовой гибели ягнят не оказалось. Специалисты отметили сохранность ягнят в пределах 95%, что является нормой. О ситуации в племенном хозяйстве Кулинский и в целом о зимовке скота в республике расскажет Рамазан Малачилов, начальник управления животноводства Месельхозпрода Республики Дагестан. Салам алейкум. Алейкум асалам. В племенном хозяйстве Кулинский был зафиксирован падеж скота. На видео, которое было распространено в соцсетях, была ужасная картина. После выезда комиссии оказалось, что падеж в пределах нормы. Как это понять? Ведь падеж есть падеж, и это уже само по себе плохо. На следующий день выехали мы вместе с комиссией начальник управления отгону животноводства, председатель комитета ветеринарии, руководители этих хозяйств, и посмотрели, какова ситуация на месте. В самом деле, вот этот падеж был, слово то, что говорит о пределах нормы, есть выход для гнет 95-97%. Там, где количество овцематок доходит до 1000 голов, и поэтому было сказано, что это в пределах нормы. Да, каждая падеж – это проблема, это плохо. Поэтому из 1000 голов, где было около 40 голов ягнят, это допустимый падеж, во-первых. Во-вторых, это было частное поголовье, хотя тоже не имеет значения, и в частном отаре поголовье не должно быть падежа. Проблема была основной в том, что не было заготовлено корму. На кадрах видно, что животные исхудавшие. Исхудавшие животные. Даже до начала зимовки в республике заготовлено корма в хозяйствах было в пределах до 50%. Там, может, и в некоторых хозяйствах вообще не было, в некоторых 70%. Поэтому всегда надеялись на авоз, может, проскочить, и практиковалось в течение зимовки заготавливали корма. И в этом году, как никогда, впервые не было такая стихия у нас, то, что в Качебейской зоне октябрьские ветра, двухнедельные сильные ветра, и засуха, получилась такая проблема, не травостоя, и около 200 тысяч гектаров земли в верхний слой было снято плодородной почвы. Поэтому, которые должны были перегонять около 1 400 тысяч голов, перегоняли 1 300, где-то 100-110 тысяч голов овцематок пришлось размещать в других регионах. Вот как раз-таки эта атара тоже была, должна была его перегнать в Качебейскую зону. Из-за этой стихии перегнали совхоз Сиртич. Они договорились, нашли земельный участок и перегнали. И там тоже не было подножия корма. И одним словом, причиной стало то, что сами руководители отнеслись очень халатно. Надеясь, опять-таки, на авоз не заготовили кормов. Вот причиной этого поддержания является, как раз-таки, ни грубих, ни концентрированных кормов не было. Даже видно было в день посвящения, что кормушки были пустые. И про меня ответственность, я еще раз хочу подчеркнуть, это ложится на руководителя этих хозяйств. Министерство сельского хозяйства не занимается обеспечением кормов. Выделяют им субсидии для того, чтобы приобрели, опять-таки, сэкономив эти средства, не заготовливая кормов, надеялись, что проскочит. Вот и получилась такая картина. Спасибо за комментарий по данному факту. А сколько сегодня в республике вообще голов крупного мелкого рогатого скота? На зимовке размещено в республике 4,5 миллиона мелкого рогатого скота и 750 тысяч крупного рогатого скота. И в зоне отгонного животного отства 1,4 миллиона мелкого и 170 тысяч крупного рогатого скота. Мне хочется еще раз подчеркнуть, что в такой стихии в ноябре месяце 23 ноября была объявлена чрезвычайная ситуация в Ткачубейской зоне. Двухнедельные ветра сыни, этого не было никогда. Когда снят вот этот плодородный слой земли, слой песка в некоторых местах достигает до 1,5-2 метров. Можете представить? От 20 сантиметров 200 тысяч гектаров земли выведено из Паспищи. Особенно пострадало около 75-80 тысяч гектаров. Вообще ничего не осталось. Эта проблема не 21-го года, это проблема на долгие годы. На долгие годы. Поэтому это начало, можно сказать, даже больших проблем. Еще проблема, вот здесь хочется мне подчеркнуть, насыщенность этих землях поголовья. Поголовье превышает несколько раз. Есть хозяйство, которое превышает поголовье в 8 раз. Нормативнее количество, которое превышает. Это тоже является одной из больших проблем в хозяйствах. А какова общая картина зимовки скота вообще в республике? Стоит ли ожидать вот этих ситуаций подобных дальше? Министерство что предпринимает? Зная такую ситуацию, весь резервный фонд 1200 тонн было перераспределено и получили те хозяйства, там где более критическое положение. Но надеюсь, что таких больших тревожных явлений не будет, но зимовка будет очень тяжелая. Как никогда тяжелая. Значит, руководители сделали выводы, но еще опять-таки ранний охот начался, где-то 10 тысяч человек получили, предстоит массовый охот. Это через месяц марта, апреля массовый охот. Предполагается увеличение скота? Безусловно, безусловно, будет увеличение, значит, поголовья и мелкого и крупного рогатого скота. Вам большое спасибо за комментарии, всего вам хорошего, удачи. Спасибо, до свидания. До свидания. Это был начальник управления животноводства Минсельхозпрода Республики Дагестан Малачилов Рамазан Магомедович. 8 февраля отмечался День российской науки, который был учрежден указом президента в 1999 году. Насколько активно сегодня развивается дагестанская наука над решением, каких задач трудятся наши ученые, какие технологии у них в разработках и с какими проблемами сталкиваются, узнавала Ларьяна Шамхалаева. Прошедший год для дагестанских ученых был непростым. Ведь сложно вершить открытие в условиях пандемии, ограничения передвижения и контактов, когда основная деятельность ученых проходит в командировках. Однако, по словам сотрудников Дагестанского научного центра, все государственные задания им удалось выполнить. И это в условиях не только пандемии, но и хронического недофинансирования науки и слабой подготовки молодых кадров. Если мы сейчас аспирантуру не перенастроим, она не будет переформатирована и приведена тот вид, который был хотя бы в Советском Союзе, у нас в подготовке кадров будут очень большие проблемы. Они уже есть. Аспирантура, вообще-то говоря, в Советском Союзе и в предыдущие годы в России предполагала научную работу. То есть это должна быть первая ступень научной работы. Человек, закончив аспирантуру, должен написать диссертацию, квалификационную работу и стать специалистом той или иной области, а не получать третий совершенно непонятный, никому не нужен диплом. За последние два года в ТФИЦ РАН появилось две лаборатории и 30 новых молодых ученых. Вершить открытие осложняет шаткая материальная база. Должны быть приборы, должны быть лаборатории, должны быть установки, химикаты, реактивы, экспедиции. К сожалению, со всеми этим мы испытываем большие проблемы. А вот жизнь Людмилы Борисовны проходит как раз в экспедициях. Единственная женщина-археолог в Дагестане. Когда-то мечтала быть летчицей. Но судьба распорядилась, что не небу, а земле она посвятила более 40 лет. Ей вот-вот исполняется 75, и женщина до сих пор выезжает на раскопки и лишь им признается в любви. Для Дагестана это здесь особая специфика, да, как бы семейная жизнь, дети, родственники и так далее. Я не принадлежу напрямую к дагестанским семьям, да, я русская по происхождению. У меня не сложилась своя семейная жизнь, да, как бы так получилось. Я совершенно свободна, а быть женщиной можно, археологом, если это ты любишь. Сегодня Людмила Гмыря изучает рубасскую фортификацию. Объект, обнаруженный случайно при Вспашке, близ реки Рубас, в 20 километрах к югу от Дербента. Полагают, что сооружение схоже по приему возведения с Дербентской оборонительной крепостью. Однако для археологов до сих пор является загадкой его точное предназначение. Начали копать, вот с этого места, где она была прямая, она стала закругляться в сторону этого. То есть круглая стена стала. Мы в шоке. Что это такое? Почему круглая? В другом тоже участок мы начали копать. Там тоже надо было кое-что проверить. Оказалось, там тоже новая конструкция ступенчатая, пристроенная к этой стене. В третьем месте, где мы вообще не знали, что там что-то есть, там надо было раскопки сделать, какой-то камень там выглядывал, узнаем, что это за камень и так далее. Получилось мы, значит, где-то 7,5 на 7,5 платформа высотой пока метр пятьдесят, три с половиной слоя. Из крупных блоков платформа уложена и еще с наклоном 25 градусов вниз. А это что такое? И каждые вот эти блоки скреплены скобами, да, вот остатки есть вот такие, эти самые. Это вообще какая-то была фантастика. А фантастика ли очистить воду от мышьяка и тяжелых металлов, применяя активированный уголь и не потратив при этом целое состояние? На этот вопрос отвечают уже молодые дагестанские ученые, физики и химики. Мы производим фильтры на основе местного сырья, на основе отходов сельского хозяйства, таких как, например, виноградники или прочие бумажно-целлюлозные промышленности. И в этом смысле технология является выгодной с двух точек зрения, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения бытового использования продуктов, которые были получены на основе этих материалов. Из последних работ наших ученых можно отметить математическую модель распространения коронавирусной инфекции. Статистические данные о доле бессимптомных носителей COVID-19 собираются до сих пор, чтобы спрогнозировать дальнейшее протекание пандемии. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Новые образовательные учреждения введут в эксплуатацию махачкален. Социальные объекты расположены в поселке Талгим, в микрорайоне Досааф и в микрорайоне Акгель. Школы и детские сады были возведены за счет федерального бюджета в рамках реализации федеральных программ и нацпроектов. Накануне их посетила специальная комиссия. Эксперты поясняют, что школа в поселке Талгим на 360 мест и детские сады более чем на 200 учащихся каждый в микрорайоне Досааф и Акгель сдадут на баланс города, как только устранят замечания Роспотребнадзора и МЧС. Протекающая крыша, шаткий пол и зазоры в стенах. Музей в Хунзахе, который хранит экспонаты с древнейшей истории села, нуждается в неотложной реконструкции. Смотрители объекта вот уже несколько лет пытаются привлечь внимание власти к проблеме. Ситуация разбиралась по тематам Ханапова. Этот музей – настоящий кладезы истории Хунзаха. Здесь представлено более 7 тысяч экспонатов, но сегодня сохранить их не предоставляется возможным. Здание давно нуждается в капитальном ремонте. Шаткие полы небезопасны и для посетителей, и для работников. Крыша протекает, отчего отдельные экспонаты пришли в негодность. Видно трещина. Вот это уже идет чуть-чуть, где-то метр, уже сантиметров 10, уже стена как будто отошла. Экспонаты такие очень ценные, тем более все занесены в реестр, в федеральный реестр, потому что из-за этого может даже быть проблема с утратой экспонатов. Угрозу для жизни создает и эта стена. В 1989 году она была отреставрирована, однако мастера во время ремонта забыли внутри вот такие деревянные балки. Те, естественно, со временем сгнили, и стена начала сижать. Уже камни падают там, уже с тех пор она где-то лет 10-12 в таком состоянии, и небезопасно здесь, потому что здесь местные жители ходят, тем более туристы посещаемость бывают. Музей нуждается и в отоплении. Это позволило бы приспособить выставочные залы к требуемым условиям и оградить экспонаты от сырости, делятся научные сотрудники учреждения. Холод в помещении снижает количество посещений музея. Однако туристы со всего мира все равно приходят сюда и оставляют восторженные отзывы. В среднем было около 8 тысяч людей. В год. В год, да. Наш музей посещают не только наши российские туристы, но и из-за рубежа приезжают. Были туристы из Америки, из Кореи. Небольшие ремонтные работы здесь все же периодически проводятся. Недавно обновили перила и заменили балки. Но этого недостаточно, говорят смотрители музея. Тем более, что здание это признано объектом культурного наследия в Дагестане. Уникальность музея заключается в том, что в первую очередь музей находится в здании, который представляет из себя архитектурный памятник второй половины XIX века, который, к сожалению, у нас сохранилось немного. Значит, здание датируется, согласно камню, который вложен в стену, 1876 годом. Это здание раньше принадлежало подполковнику царской армии Аликиле Чупалову. Его потомки пожелали открыть тут музей, чтобы дом не пустовал. Быт горцев здесь сумели сохранить и воссоздать до мелочей. Редкое оружие, старинная посуда, рукописи и украшения. В основном все это дары населения. Однако предметы истории и старины, как бы печально это не было осознавать, седает сырость. Фатиман Ханабула, Мусас Адгиреев, Новости ННТ, Хузакский район. К другим темам. Книгу Муфтия Дагестана шейха Ахмады Афанди «Благонравие праведников» на таджикском языке во вторник презентовали в Махачкале. В конференц-зале Дома дружбы собрались представители посольства Таджикистана, международные организации студентов Таджикистана из Москвы и Питера, диаспор и общин, проживающих в Дагестане, а также представители научного, культурного и религиозного сообщества республики. Наши братья таджики, которые читали на русском, многие, которые просили, чтобы не взяли перевести эту книгу на таджикский язык. По милости всего, что сегодня мы находимся на презентации этой книги. Это большой подарок для таджики, которые живут в России, не только в Дагестане, а во всей России. Почему? Потому что когда большинство из них работают и приходят домой и берут книгу на своем языке, на своем родном языке, это меняет состояние людей, это меняет чувство людей. Мы это мероприятие планировали по разным программам. У нас есть социально-культурная адаптация иностранных граждан. Это как раз-таки одно из направлений. Среди субъектов, где проживает самая большая мусульманская хума, среди субъектов Российской Федерации, и те иностранные граждане, которые здесь, тори получают вид на жительство, тори проживают, время на торе работают, должны соблюдать требования своей религии. Отметим, что первая книга «Благонравие праведников» на арабском языке была издана в Махачкале в 2015 году. Позже появились издания на русском и аварском языках. В течение последних лет книгу также издали в Бишкеке на киргизском языке, в Ташкенте на узбекском, в Астане и в Москве на казахском. Безусловно, книга «Благонравие праведников» – это уникальный труд, который направлен в первую очередь на облагораживание наших народов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Ее изучают не только мусульмане, но и представители других конфессий, так как она полезна любому человеку, который хочет усовершенствовать свой духовный мир. Любовь к Дагестану не на словах, а на картинах. В Дагестанском музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой открылась юбилейная выставка. Посвящена она 110-летию художницы Галины Конопадской. В экспозицию вошли более 30 работ, выполненных в разных техниках. Подробнее в сюжете Натальи Ханбабаевой. Сцена аульских будней строительства Махачкалы и образа горянок. Именно в Дагестане Галина Конопадской раскрылась как художник собственности и эстетической манеры. На полотнах она изображала события и явления, отражающие жизнь и быт дагестанцев. Выставка посвящена сразу двум знаменателям событиям. Это 110-летию с дня рождения Галины Конопадской и 100-летию празднования образования нашей республики. При внешнем случайном совпадении интеллекта в творчестве этой художницы мы видим глубокие параллели. Во-первых, у нее есть и такая тема революционных первых лет, и тема Великой Отечественной войны. Но самое главное, что Конопадская замечательно отразила период, который можно назвать золотым веком и в истории СССР, и в ее творчестве. Это 60-е, 80-е годы. Тема, связанная с миром женщина, занимает особое место в творчестве художницы. Конопадская говорила, «Красота дагестанских женщин все время заставляет меня писать дагестанских мадонн с детьми». Вместе с традиционными образами горянок появляются и образы девушек новой эпохи, сбросивших платок и отрезающих косу. Сложно выбрать одну картину. Каждая по-своему настолько уникальна и самопытна, что хочется всматриваться бесконечно в детали, в цвета, цветовые решения, колорит. Больше всего запомнилась мне картина, которая находится сзади меня. Называется она «Кавказская Мадонна». Интересно уже своим названием и световой подачей, темой Мадонна. Горянка с ребенком трепетно, нежно смотрит на него. Работы мастера заставляют ностальгировать жителей Махачкалы по советскому прошлому и своей юности. А современные художники вдохновляются ее образами и подачей. Когда я думаю о Дагестане, о нашем Дагестане, о Дагестане, в котором я родилась и росла, то перед глазами встают именно образы, созданные Конопатской. Потому что это то самое время, тот самый свет, та самая теплота, в которой мы выросли. И все эти образы, они безумно близки нам, родившимся в 70-е годы. Потому что это наша действительность. Период творчества Конопатской называют «золотым веком». Ведь она оказала огромное влияние на развитие дагестанского изобразительного искусства. Работы художницы хранятся в фондах Музея народов Востока, Государственной Третьяковской галереи и Дагестанском музее изобразительных искусств. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Пояс чемпиона ИГЛФС в Дагестане. Новоиспеченного обладателя титула престижной бойцовской лиги Мансура Малачиила в среду встречали в аэропорту Махачкалы. Радость победы с триумфатором разделили его родные, друзья и многочисленные болельщики. Тему продолжит Курбан Рагимов. Эту поддержку Мансур Малачиев чувствовал за тысячи километров. Родные сельчане из зубутлими атли и одноклубники. В аэропорт приехали порядка 200 преданных болельщиков. Каждый хочет лично поздравить и сделать памятное фото. Мы ожидаем еще больше от тебя. Поэтому это может быть для спортсмена один из первых шагов для того, чтобы он достиг больших результатов. У тебя еще все впереди. Молодой, я отмечу и поздравляю тебя, твоих родителей, близких. И дай Аллах, чтобы у нас таких чемпионов в республике еще больше было. Победа в титульном бою против Руслана Сариева пока самая громкая в карьере 29-летнего Мансура Малачиева. Начало поединка шло под диктовку его соперника. Однако в третьем раунде бойцу клуба Universal Fighters удалось плотно захватить шею и выйти на прием. Сариев стучит в знак сдачи Малачиев, новый чемпион лиги в легчайшем весе. Как признается тренер, подготовка к этому бою выдалась скомканной, но Мансур сумел проявить характер. Ну я понимал, я взбодрил его, что твой соперник, ты не думаешь, что он лучше тебя дышит. Я вижу все со стороны, он не играм, а лучше тебя не дышит, поэтому реально ты можешь выиграть. Где-то процентов в 60-м был готов, честно говоря. Ну в любом случае я верил, верил и еще здесь я говорил, Мансур в третьем раунде ты должен задушить его, потому что у нас в плане так и было. Титул чемпиона в одной из ведущих российских лиг открывает перед Мансуром Малачиевым новые перспективы. Как и большинство бойцов ММА, он давно мечтает попробовать силы в UFC и кажется, сейчас это вполне стало реальным. Мне уже 29 лет, сейчас, как они сказали, если одну защиту делаешь, уже дашь уже за океаном, за UFC, они сами уже отправят. То есть они будут тебя как бы рекомендовать? Да, это как сам Абдур Магомедов сказал, кто здесь выиграет поезд и будет защищать, он уже автоматически туда попадется. Я очень хотел выиграть и привезти этот поезд в Дагестан и, алхамду ле, это не удалось. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с ННТ, всего доброго.